И познания о салонном бизнесе были вот такие, ровно ноль. Я чувствовала себя какой-то никчёмной, я чувствовала себя очень подавленной. Не можешь показать свои слабости, ты не можешь показать свои слёзы, ты не можешь эмоционировать. Какие горизонты я хочу ещё покорить. И меня ничего не остановит. Дорогие мои, любимые, я очень-очень рада сейчас смотреть на этот маленький, неодушевлённый предмет, потому что я прекрасно понимаю, что за ним сейчас на меня смотрит огромное количество глаз, огромное количество людей, которые думали обо мне, которые писали мне о том, чтобы я как можно скорее возвращалась на YouTube-канал. И вы даже себе не представляете, как эти мысли, как эти слова, как ваши слова поддержки подбадривали меня всё это время. Я понимаю, что с моей стороны это было некрасиво взять так просто и исчезнуть. Исчезнуть и не поставить никого в известность, никому ничего не рассказав. Я хочу в этом ролике рассказать о том, что происходило со мной за эти 9 месяцев. Это будет такая сжатая, наверное, информация. Расскажу фабулу, самое основное. И просто знайте, что я безумно по вам скучала. И я очень-очень сильно люблю вас. У меня самая потрясающая аудитория. Я всегда об этом говорила, говорю и буду говорить. Я прекрасно понимаю, что есть какой-то процент людей, которым я не нравлюсь. Есть какой-то процент людей и хейтеров. Но в любом случае нужно всегда акцентировать внимание на самом лучшем, чистом, искреннем и настоящем. Всё остальное, я считаю, что вообще в целом не имеет смысла. Несколько часов назад в своём инстаграме я написала пост о том, чтобы вы, мои дорогие, оставляли свои комментарии, написали свои пожелания, вопросы, которые вам были бы интересны, чтобы я их осветила на своём канале. Так вот, очень было много вопросов такого плана, как изменилась жизнь за последние 9 месяцев. Что нового для себя узнала, поняла, какие выводы сделала, мировоззрение, отношения с людьми. В общем, в разных сферах жизни. Потом, я думаю, можно снять видео просто про то, что произошло за это время, пока вас не было. Прямо по пунктам, в общих чертах, как бы и на что конкретно вы хотите ответить, то и расскажите. Именно в вашем порядке, что считаете нужным. Про салон, как он поживает, про свою в нём работу, про виста, про переезд к парню, про то, как поменялись после этого ваши отношения, про носик, про планы на будущее. Просто расскажите о том, что происходило в жизни, о душевных моментах. Вереслава, просто поболтайте с нами. В общем, я подумала, решила, что в этом видео я буду с вами разговаривать. Я расскажу о том, что происходило со мной за это время. Давайте по порядку. Я возьму свой телефон, потому что мне так гораздо проще видеть хронологию по своему инстаграму. Для тех, кто на меня не подписан, можете подписаться. Вы знаете, очень много интересного, что происходило со мной за последнее время, потому что в этом видео я не буду всё говорить. Кое-что специально останется в секрете, потому что я хочу снять отдельное видео, ещё два отдельных видео, где подробно уже расскажу о том, что именно вот такого глобального произошло в моей жизни. Так вот, всё началось с февраля, когда мы поехали с Димой в Стамбул, и я об этом ничего не рассказывала на своём YouTube-канале, и где-то в этом промежутке я как раз-таки и исчезла. После Стамбула было два пресс-тура. Я сделала ролики и, в общем, испарилась из своего YouTube-канала. Так вот, если вкратце поговорить о поездке нашей в Стамбул, мы летали всего на пять дней, но я скажу, что этого времени было предостаточно для того, чтобы понять эту страну, для того, чтобы окунуться в неё. Я очень извиняюсь, живём в новом доме, и здесь постоянно кто-то что-то сверлит, стучит. Ну, в общем, да, будут такие посторонние звуки, но я надеюсь, что они вас не будут отвлекать. Не обращайте внимания. Я, если честно, уже привыкла и вообще не обращаю внимания, даже не просыпаюсь. Хотя раньше поначалу меня это очень сильно волновало, тревожило. Так вот, о Стамбуле я считаю, что нужно записать отдельное видео, и я больше чем уверена, что многим будет интересно. У нас с Димой был такой отдых информационно-познавательный. Самое запоминающееся для меня было из этой поездки. Это когда мы с Димой поехали в очередной раз на площадь Султан Ахмед. И я помню, когда стал звучать призыв на намазы из разных мечетей. И я как сейчас, я помню, что я остановилась, закрыла глаза и просто стала слушать. И именно тогда я почувствовала этот дух, это место, где я нахожусь, эту страну. И я тогда поймала себя на мысли и попросила. Я сказала, пожалуйста, Мира, запомни это, запомни это, потому что ты многое забудешь, но это ты должна помнить. И вот я не знаю, как это описать, но вот это вот огромное количество людей. Все люди улыбаются. Классная ясная погода. Люди, мечеть, музей Ая-София. Красивая, просто невероятная, невероятнейшая площадь со своим духом и энергетикой. И ты в эпицентре всего этого стоишь. И я это очень хорошо помню. Мой вам совет, если вы поедете в любую страну, в любую точку мира, наслаждайтесь, отключайтесь от всего. Просто ловите момент, потому что этих моментов не так много в нашей жизни. И потом, когда вам будет грустно, эти моменты, они вас будут греть. И это самое классное ощущение, которое, как мне кажется, только может быть после любого путешествия. Если все подытожить, хоть я сниму отдельное видео о Стамбуле, где расскажу все досконально, все подробно о перелете, о том, сколько мы заплатили, где мы жили, в каком отеле мы остановились, какие экскурсии лучше посетить, куда стоит пойти, куда не стоит пойти, где будут просто чисто ваше потраченное время и деньги, где остановиться, именно на мой взгляд. И так далее. Обо всем этом, что покушать, где покушать, обо всем этом вы узнаете в отдельном видео о Стамбуле. И если вам может быть что-то интересное, вы можете оставлять свои вопросы под этим роликом в комментариях. Так вот, мое мнение, мне хватило 5 дней, я бы больше не вернулась бы в Стамбул. Вообще нет. Ну как бы, да, классно, здорово, но 5 дней предостаточно. Если говорить о Турции, то еще есть очень много мест, в которых я не была. Я была всегда в Анталии и в Стамбуле. Я бы очень хотела побывать в Анкаре, в столице. Я бы очень хотела побывать, сейчас скажите мне, скажите, как же это называется, Каппадокия, вот вспомнила. Ну в общем, есть еще очень много других мест, которые можно посетить. Поэтому, если вы думаете о поездке в Стамбул, то поверьте, 5 дней, недели вам будет достаточно. Если вы, конечно, хотите именно какие-то вот дни полного релакса, без каких-либо экскурсий, без вот этой вот информационной нагрузки, то, конечно, можете взять 10 дней. Но за это время вы увидите вот все, что только можно увидеть в Стамбуле. Так вот, давайте пойдем дальше. Я буду смотреть по своему инстаграму, мне так понятнее по хронологии. И после того, как я вернулась из Стамбула, боже мой, ну сколько ж можно? Когда мы вернулись из Стамбула, буквально пару недель, наверное, ну может там, я не знаю, но я точно не помню. И как раз в этом промежутке появился салон. Но об этом есть отдельное видео, можете посмотреть на моем канале. Где-то вот сейчас ссылочка появится. И также я оставлю под этим видео в инфобоксе всю информацию, где вы можете посмотреть это видео. Так вот, конечно, когда он у тебя появляется, это не говорит о том, что ты, грубо говоря, сегодня у тебя появился салон, а завтра ты начал работать. Нет, не все так просто. Мы приступили к ремонту, у нас не было никакого дизайн-проекта, не было никакого дизайнера. Все было только лишь так. Моя голова, моя визуализация, мое представление, несмотря на то, что я вообще не понимала, что это такое, с чем это едят. И вообще, как бы, в целом, мои познания о салонном бизнесе были вот такие, ровно ноль. Ну, то есть, знаете, когда мы ходим в салон, это одно, но когда у тебя он появляется, это совершенно другое. И об этом будет отдельное видео. В общем, начался ремонт. Начался ремонт, и у меня как раз было в это время два пресс-тура. Первый пресс-тур в Лапландию от бренда Lanesh. Вон, кстати, подушечка у меня осталась. Летала я от Sephora, представляла Sephora Russia. Кому интересно, я также выставляла этот ролик. Посмотрите, это самое что ни на есть сказка. Вот в прямом смысле. Я сейчас никак не преувеличиваю. Если вы посмотрите это видео, то вы поймете. Мы жили в потрясающем отеле, в потрясающем, с панорамными окнами. Ты просыпаешься, и ты лицезреешь эти сосны, этот снег. Блин, это вот просто, знаете, это невозможно писать. Несмотря на то, что было очень сложно мне, потому что я вела два аккаунта, и плюс еще снимала для своего YouTube-канала. И в целом у меня не было времени ни с кем пообщаться, никому ничего написать. Потому что если появлялось время, то я занималась только своим блогингом и либо аккаунтом Sephora Russia. Я как раз таки представляла Sephora Russia. Было очень много девочек из разных стран. Они представляли Sephora Польша, Италия, Германия. Девчонка из Португалии была классная, из Лиссабона. Ну, в общем, мы все разговаривали на английском языке. Несмотря на то, что наши родные языки были не английские. И тоже, понимаете, это сложно. Это сложно, потому что ты постоянно говоришь на английском, ты думаешь на английском уже. У тебя мозг болит, все кипит, ты хочешь отдохнуть. Я помню, мы ехали в автобусе, и девчонки говорили, что это самые там дикие пресс-туры в их жизни, пресс-тур. Потому что, ну, столько всего, столько всего. У нас не было реально времени вздохнуть. Вот просто вздохнуть спокойно. Потому что для нас устроили такую программу, хотя я считаю, что это классно. Но, боже мой, об этом на самом деле люди только мечтают. Нам все платили бесплатно, все предоставили, все рассказали. Рассказали про этот бренд, поселили в обалденные апартаменты, кормили просто чем-то нечто шедевральным. Я настолько люблю рыбу, и она там была потрясающая. Ну, в общем, я не знаю, конечно, грех жаловаться, но, несмотря на все это, я когда прилетела, я была до такой степени истощена. И тут я понимала, что у меня осталось там несколько дней, 5-6, и меня ждет пресс-тур во Францию. Конечно, я очень была рада, потому что я не была во Франции. И плюс у меня шенген, мне выдали на 5 лет. И выдавала посольство Франции. И я должна была за это время побывать во Франции, иначе бы мне больше точно ничего не дали, потому что до этого мне уже отказали. И мне делали шенген в Греции. Я в Грецию не полетела. И Греция мне потом сказала, до свидули, мы вам больше шенген не дадим. Но Франция мне одобрила, и я подумала, блин, это круто, я хотела поехать во Францию, и тут пресс-тур. Летела я с Виши. Остановились мы сначала в Лионе, потом в провинции Виши. Это было тоже классно. И там уже были русские девчонки, русские блогеры. Я сдружилась с девчонками. Мне очень понравилось. Теснее всего я общалась с Никоко. Девочка ютубера очень хорошая, приятная. В любом случае я все равно благодарю Бога за то, что это было в моей жизни, и у меня только положительные, классные эмоции. Конечно, я крутила свои тарелки. Но что тут говорить? Это косметика, в которой я разбираюсь. Я разбираюсь в составах. Я была на самом заводе, я общалась с директором. Ну, это классно. Ты понимаешь всю эту кухню изнутри, ты все это видишь. И познакомилась с малюткой Минерал-89. Видела эти источники. Этот источник Лукас. И мы там с девочками ручки мочили. И потом смотрели на ту руку после источника. И на руку, где мы не подносили ее к источнику. Но, в общем, это реально было две разных руки. До такой степени все было увлажнено. Все было напитано. Ну, это вот кайф. И когда ты понимаешь и видишь это. И ты видишь, вот он, вот он этот результат. То, ну, тут грех как бы жаловаться на продукцию. Потому что иначе бы она не работала. Иначе бы столько людей бы ее не покупала. И столько бы классных отзывов не было. Ну, в общем, как-то так. Возвращаемся мы из Франции. И тут я погружаюсь полностью в салон. Как раз выставила ролики. Рассказала о салоне. И тут я исчезаю из ютюба. Почему я исчезла? Ребят, честно, у меня не было времени. У меня не было времени. И даже когда оно у меня появлялось, я была до такой степени истощена морально. Я считаю, что блогер, он не должен нести свое истощение, свое какое-то раздражение в массы. Потому что всего этого негатива его и так хватает. Понятное дело, что можно там когда-никогда пожаловаться, что-то рассказать. Но я просто понимала и ловила себя на мысли, что если вот именно в тот период я бы взяла камеру и начала с вами общаться, вы кроме раздражения, кроме какого-то негатива и совершенно другой мирославы, вы бы ничего другого не увидели. Вы можете со мной быть несогласными, но я считаю, что если блогер берет камеру и выливает свой негатив, то даже в этом ролике должно быть что-то полезное для людей. А если там нет ничего полезного, а только сопли, нюни и такая маленькая строка пробегающая, типа пожалейте меня, пожалуйста, мне очень плохо, фигово, и вообще я бедная и несчастная, ну я считаю это немного странно. Я все-таки за то, чтобы наполнять людей, чтобы вдохновлять, воодушевлять, чтобы заряжать эмоциями, чем-то положительным, позитивом, любовью. Вот это, мне кажется, то, чем должен заниматься блогер. Если бы мне сейчас сказали, хотела бы я салон, зная, да, о том, что вот так оно все будет, я бы сказала да. Я бы сказала да, но я объясню сейчас почему. У меня появилась семья, потому что все девчонки, которые работают в салоне, это моя вторая семья. Мы очень часто общаемся, и если в последнее время я как-то немножечко абстрагировалась, от салона ушла, то до этого и мои подписчики, которые являются и клиентами моего салона, они не дадут соврать, я была там всегда, с 10 до 10. Это очень сложно. Тебе мало того, что приходится заниматься закупками, контролем качества, ведением всего на свете, быть всем, кем только можно быть в салоне, решать какие-то конфликты, которые так или иначе возникают между девчонками, между персоналом, между клиентами и персоналом. Ну, в общем, какие-то вечные, постоянные проблемы, вопросы. И это все так или иначе очень сильно отразилось на качестве моей жизни, на мне. И я честно могу сказать, у меня появились и да и волосы. Мне опять кто-то звонит, а звонит папа. Папуле я перезвоню. Хотя ладно, кто будет переживать. А вот это. Папычка, да. Я Костю эту хвостку передаю. Давай. Привет, Костик. А я записываю ролик для Ютьюба. Крутой. Надеюсь, что будет крутой. Как у тебя дела? Нормально. Как тебе мой носик? Он, конечно, еще опухший. Вообще я вся опухшая, мне даже больно дотронуться до щек. Ну, тебе нравится или ты ничего не заметил? Да, не улавливаю. Господи. Ну, ладно, мужчины, они всегда такие. Не улавливают. Ну, опухая, значит. Ну, да, ну, как бы я вообще такая опухшая конкретно. Я скоро прилечу в Ростов, и мы увидимся. Хочу в конце марта. Мне пока нельзя летать, но в конце марта прилечу. А что в конце марта? Приглашу всех на свадьбу. Лично надо приглашать. Конечно, ты же мой братик, я тебя лично приглашу. Ладно, Костечка, я буду записывать, потому что мне постоянно звонят, и у меня мысли вылетают из головы. Все, давай, папу целую. Пап, целую тебя. Давай, пока. В общем, не дают мне записать видео. Позвонил мой брат двоюродный. Сначала папа, а потом оказалось, что папа с братом. Так вот, что я там говорила, что я там говорила. В общем, салон, салон и бизнес. Все, что не делается, я считаю, делается к лучшему. С появлением салона я стала вообще другим человеком. Если раньше меня могло что-то обидеть, расстроить, причем какая-то мелочь, я... Ну, в общем, я раньше вообще какая-то была мега, мне кажется, сентиментальная, восприимчивая, доверчивая. Сейчас я стала другой. Сейчас я очень легко реагирую, когда что-то идет не так. Очень легко, очень просто. Да, что-то идет не так, ну, ничего, решим. Не решим сегодня, решим завтра. Если до этого у меня было вот это вот судорожное состояние, надо прямо здесь и сейчас чуть ли не разбиться, убиться и сделать так, чтобы все вновь зафункционировало, то сейчас я могу даже головы не поднять. Серьезно. У меня очень сильно изменилось отношение к салону, потому что у меня поменялось отношение к себе. Я только недавно поняла, что я до такой степени себя загнала, что перестала в целом любить себя. Вот я смотрела на себя и я не люблю себя. Я чувствовала себя какой-то никчемной, я чувствовала себя очень подавленная, я была постоянно раздражена. Это вот такое ощущение, как будто у тебя постоянно, ну, вот знаете, перед месячными, когда девочки сходят с ума, вот ты находишься все это время, как будто у тебя синдром ПМС. И понятное дело, что люди в салоне, которые работают со мной, они этого не чувствовали, они этого не видели, они этого не знали. и я как руководитель не имела права все это показывать. Но это все очень сильно отражалось на мне, потому что все это было внутри меня. Но по своему лицу, да, никто бы и даже и не заметил, потому что мое лицо, оно ничего не выдавало. И это очень сложно, потому что до этого, когда мне было плохо, я просто плакала. Когда мне было, я не знаю, не по себе, люди это видели, то когда ты становишься директором, ты не можешь показать свои слабости, ты не можешь показать свои слезы, ты не можешь эмоционировать, потому что у тебя уже другая функция, у тебя другие обязанности, ты должен себя вести совершенно иначе. Это очень сильно, вот салон, он очень сильно вообще закалил меня как человека. Меня сейчас реально сломить, мне кажется, ну у людей не получится это сделать, потому что уже столько раз меня пытались ломать, и максимум, что получалось, это меня надломить, но не сломать. О салоне будет отдельное видео, также можете оставлять свои вопросы, задавайте, я отвечу. Вы сейчас видите человека, который знает, что он хочет, в каком направлении ему двигаться, какие горизонты я хочу еще покорить. И меня ничего не остановит. Вот ровным счетом ничего, никакая преграда, никакие люди, ни чьи-то мнения и так далее. Вижу ли я себя конкретно в салонном бизнесе, да, вижу, но не только в нем, и не только на YouTube-канале. Да, это классная платформа, но мне этого мало. Я бы хотела чего-то грандиозного и большего. И дай Бог, в скором времени вы обо всем этом узнаете, и дай Бог, я все это смогу осуществить. Для этого нужны инвестиции, и инвестиции немалые, но я уже на пути. по поводу салона могу сказать так, что если вообще вот я чем-то занимаюсь, то я из тех людей, которые изучают все досконально, от А до Я. И если вы смотрели мои ролики с Акны, то вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Так вот, салонный бизнес то же самое. Я поняла, что мне нужно отучиться на мастера ногтевого сервиса, чтобы понять всю эту кухню, повысить свою квалификацию по мастеру бровиста, потому что я заканчивала давно, получала сертификаты, курсы, диплом. Это было не так, что я там какая-то шарашкина контора. Также и получала и визажиста. И вот недавно у меня были курсы повышения квалификации. Параллельно я еще в салоне работаю бровистом. Но мне, кстати, очень понравился ногтевой сервис. Я бы смогла быть классным мастером. Я видела себя в этом. Если бы я, скажем так, стала серьезно этим заниматься, я бы не смогла достигнуть тех высот, которые я могу достигнуть с другой деятельностью. Поэтому меня только это лишь и остановило. Хотя это интересный бизнес, интересная сфера. И вообще, вы знаете, все-таки занимаясь ногтевым сервисом, я считаю, что мастер должен именно кайфовать от своей работы и любить свое дело. Я очень тщательно подхожу к выбору мастеров. И те люди, которые ходят в мой салон, они не дадут собрать. То есть вначале, я не беру первый месяц, это, конечно, был крах ад, там нужно было просто открыться, я тестировала мастеров, и менялись они как пачки. Один пришел, второй ушел, третий на смену появился, это как такие цыгане, они постоянно кочевали. Очень сложно мне было кого-то выбрать, потому что со временем у меня росли, требования к мастерам. И когда уже ко мне приходили и выставляли свои требования, я уже могла сказать, что я думаю о том, кто передо мной сидит, и что это вообще за мастер. Потому что в Москве очень мало хороших мастеров, именно мастаков своего дела. Люди в целом элементарных вещей не знают, строение ногтя не знают, при этом хотят, чтобы им за выход платили 4 тысячи рублей. Ну как бы нет и еще раз нет. Ну я считаю, что если человек просит таких денег, а у меня мастера в день больше уносят, то дело не в этом. То они должны делать не просто качественный маникюр, но они должны еще и понимать, что человек может прийти с грибком, и что такого человека нельзя посылать, а можно все это благополучно обработать. Что у человека могут быть такие заболевания, как анахолизис, анахорексис. И это все нужно лечить и нужно посылать в таком случае к подологу, и мастер должен разбираться в этом, а не так, что о господи, боже мой, что это такое. Не могу даже нормальное видео записать, опять позвонили с салона, им нужно мое свидетельство ИП, курьеру. Фух, так вот, на чем я там остановилась, я честно даже не помню, на чем я остановилась. И также из последнего это мы переехали с Димой, до этого мы жили на пролетарке, сейчас живем Нижегородская, переехали в другую квартиру, до этого было 30 квадратных метров, сейчас 40 квадратных метров, ну в общем по нарастающей движемся. Просто захотелось более комфортных условий и захотелось больше места, здесь есть маленькая гардеробная, потому что там невозможно было разместить все вещи, мои толком невозможно было утрамбовать, что говорить о Димонах. Изменились ли наши как-то отношения за это время, тоже не смогу рассказать об этом в двух словах, но если вкратце, то они однозначно выросли и мы через очень многое прошли, за почти что у нас летом будет 2 года, ну очень через многое, и чего тут говорить, один салон, чего стоит. про отношения давайте уже все-таки в отдельном видео. Дорогие мои, любимые, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца, спасибо, что вы все это время ждали меня, спасибо, что вы все это время поддерживали меня, кто-то перешел на инстаграм, остался за мной следить на инстаграме, но я все-таки считаю, что инстаграм это классная платформа, где также ты можешь когда-никогда поговорить со своей аудиторией, но нет вот этого общения, нет этих глаз, вы видите мои эмоции, вы видите мою жестикуляцию, вы видите вы слушаете мою речь, тембр моего голоса, вы понимаете, когда я нервничаю, когда я переживаю, когда я волнуюсь, когда я радостная, когда я грустная, ну в общем это то, что не даст ни один инстаграм, инстаграм для меня это все равно холодная платформа, а ютюб это теплое общение, это когда вы можете меня почувствовать, я могу поделиться со своей аудиторией и почувствовать свою аудиторию гораздо ближе, нежели чем в инстаграме. Я постараюсь записывать как можно чаще видео, все-таки я сейчас делегировала все эти моменты, всю эту ответственность, заботу по ведению салона, и у меня появилось достаточно времени на то, чтобы я могла заниматься и собой, и ведением ютюба. Спасибо, что вы досмотрели мое видео до конца. Всем пока!